5 часов и 7 минут, простите, в Нью-Йорке мы начинаем программу «Рикошет» в прямом эфире Дэвидзен Радио и телеканала RTN. Меня зовут Артём Андросов, и я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Из Калифорнии, где сегодня дожди и шторм, присоединяется к нам политик Константин Буровой. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Артём. Надеюсь, что шторм не повлияет на нашу сегодняшнюю программу. Как, кстати, за окном? Знаете, идёт дождь, но назвать его штормом нельзя. Хотя, может быть, вы понимаете, когда что-то называется штормом, то можно из федерального бюджета качнуть очень приличную сумму денег на штат. А на самом деле полгода назад здесь был такой хирикейн, который не случается на самом деле. Хиллари, да? Нет, нет, хирикейн, ураган. Да-да-да, но назывался он Хиллари, насколько я помню. Ну, может быть, не помню. Но при готовлении было огромное количество денег, выделено немерено. Прошёл немножечко дождик, но с ветром, и всё тихо, спокойно. Ну, хорошо. Будем надеяться, что в этот раз не будет также никаких серьёзных повреждений, хотя новостные ленты сообщают нам, что уже до миллиона отключений электричества. Надеюсь, что у нас всё будет с вами хорошо сегодня. Несколько тем, которые хочу с вами обсудить, и начнём, наверное, с событий в Техасе. На самом деле эти события выходят даже за пределы Техаса, а именно они отражаются в новостях России и Китая. В соцсетях активно на территориях этих стран распространяется дезинформация о противостоянии, значит, властей штата Техас и Белого дома по поводу нелегальной миграции. Вот, например, многие китайские пользователи пишут, что штат одинокой звезды якобы официально объявил федеральным властям войну, намереваясь выйти из состава США. Ну, что, соответственно, конечно, не соответствует действительности пока. А что на самом деле происходит в Техасе? Там колонна автомобилей, которая на прошлой неделе выехала из Вирджинии, она приехала в выходные в городок Квемада, это недалеко от Иглпасс на границе Соединённых Штатов и Мексики. И да, большое количество людей, тысячи людей с транспарантами, многие в поддержку Дональда Трампа, многие с осуждением движения Black Lives Matter, обвинения правительства в заговоре в связи с вакцинами COVID-19 и так далее, и так далее. Но, как я уже сказал в социальных сетях Китая и России, это подаётся, даже в новостях российских я это видел, это подаётся как, ну вот, буквально один шаг до выхода Техаса из Соединённых Штатов. Интересный, кстати, факт. Вот вы к нам присоединяетесь из Калифорнии, а я очень часто, когда о Калифорнии говорю, я всё время подмечаю. Калифорния всё время, в случае чего, стремится сказать, мы хотим выйти из Соединённых Штатов. Тоже такой вот момент проговаривается очень часто. Как вы считаете, для чего в России и для чего в Китае вот эти новости подают таким образом? Ну, это хороший повод отвлечь внимание от собственных проблем, которых очень много и в России, и в Китае. И это, ну, на самом деле, я бы не недооценивал силы вот этого противостояния, оно есть. Не всё из того, что происходит, мы можем назвать фейк-ньюс. Артём, я понимаю вашу позицию патриота Соединённых Штатов. Вы хотели бы, чтобы, ну, никакой возможности для гражданской войны, противостояния федеральных властей штата не происходило, но это факт нашей жизни. Не соглашусь с вами. Не соглашусь с вами. Обращение, может быть, вы читали обращение губернатора к президенту Джо Байдену о том, что он не выполняет обязательства в соответствии с договором о создании Соединённых Штатов по защите штата. И в результате принято было решение на уровне штата о самозащите. Мобилизована национальная гвардия. Ну, это не гражданская война, конечно, но это не фейк-ньюс тоже, понимаете? Вот, и многие сторонники Демократической партии призывали президента Джо Байдена забрать инициативу у губернатора подчинить себе национальную гвардию, отказаться, так сказать. Но вот в этом противостоянии федеральной власти и власти штата перехватить инициативу – это серьёзное противостояние, тем не менее, очень сложное, потому что, ну, не только Техас, многие другие штаты испытывают, ну, серьёзные проблемы в связи с нелегальной эмиграцией. Ну, у вас там в Нью-Йорке. Да, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Считано было, насколько меньше получают теперь граждане Соединённых Штатов в связи с тем, что значительную часть налогов теперь направляется на нелегальных эмигрантов. Вот серьёзная проблема, её надо как-то решить. Её в своё время решал Дональд Трамп довольно эффективно и, к счастью, не вся стена разрушена, вот, и, к счастью, кое-что, ну, какие-то, так сказать, потоки эмигрантов нелегальных удаётся остановить. Но вот, ну, там же было противостояние такое просто, знаете, физическое. Разрешено ли федеральным властям пограничной службы ликвидировать вот эти заграждения из колючей проволоки, которые мешают нелегальным эмигрантам пересекать границу, и которые остановила власть штата. Понимаете, такой не очень сложный юридический вопрос, нужно ли или не нужно противодействовать криминалу по существу. Нелегальная эмиграция – это преступление, преступление против Соединённых Штатов. Ну вот теоретический вроде бы вопрос, нужно противодействовать или не нужно. Но вы сказали о том, что, получается, местные правоохранительные органы могут таким образом в случае какого-то изменения правил, могут взять это под контроль. Но, понимаете, вот даже когда мы с вами говорим о протесте и вы говорите о том, что я выступаю против, ни в коей мере, нет. Но я не очень понимаю даже вот сказать о том, что Техас, например, хочет выйти из Соединённых Штатов. Ну давайте пофантазируем. Ну выйдет. Территориально Техас находится тогда между Соединёнными Штатами и Мексикой. Ну что меняется для Техаса? Ну я не думаю, что ситуация может зайти так далеко. Тем более, что предыдущая гражданская война, как вы помните, вы тогда маленький был, я уже большим. Она началась, она началась именно в связи с этим. В связи с тем, что некоторые Штаты не хотели быть членами вот этого сообщества или хотели создать своё. Ну там много причин было. Я не думаю, что ситуация зайдёт так далеко, что Техас будет выходить из состава Соединённых Штатов. Я думаю, что просто власть в Вашингтоне сменится и новый президент Дональд Трамп легко решит все эти проблемы защиты Соединённых Штатов от преступности. Ведь это же не просто нелегальные иммигранты, но сами по себе. Осуществляется поток наркотиков, уже какие-то предупреждения сделаны директором ЦРУ, директором ФБР о том, что проникновение террористических организаций осуществляется. Ну и мы с Вами видим эти якобы беженцы. Это в большинстве своём не женщины с детьми, которых нужно защищать, а это здоровые мужчины призывного возраста, которые в принципе готовы сопротивляться, так сказать, оказывать сопротивление властям. Мне кажется, это очень опасно для Соединённых Штатов. Вдогонку к этому скажу, что пару недель назад в социальных сетях было видео, когда человек на границе кричал буквально «Вы обо мне ещё услышите, вы обо мне ещё узнаете». Это он находился со стороны Мексики, пытался перейти границу. А люди нашли его фотографии, это оказывается какой-то известный террорист. Вот так. Такие люди тоже есть там на границе. Ситуация тяжёлая, её надо решать. И отказ президента Байдена принимать серьёзные решения по этому поводу. Там же ведь ещё есть одно противостояние, ещё два противостояния, с республиканской партией и с Нижней палатой Конгресса. И Нижняя палата Конгресса настаивает на принятии каких-то радикальных решений и предлагает какие-то планы, в том числе бюджетные решения. Но Белый дом не принимает решений. Что, в общем… Майк Джонсон тут выступил недавно и сказал, что у него сложилось впечатление после нескольких встреч с Байденом, разговором, что Джо Байден больше не принимает решений. Что решения принимаются его окружением и людьми, приближенными к президенту. И он выразил по этому поводу озабоченность. Вот так что противостояние значительно шире, чем противостояние между губернатором Техаса и президентом США. Константин, идем дальше. Хочу поговорить о России, о выборах. Сегодня, даже не сегодня, а вчера стало известно, что якобы бывший ведущий Fox News, Такер Карлсон, находится сейчас с поездкой в Москве и якобы готовится к интервью с Владимиром Путиным. Это будет первое, получается, интервью Путина после начала войны какому-то западному журналисту, я имею в виду. Ну, это мы увидим, если это случится или нет. А поговорить хочу по поводу выборов, которые намечены на март в России. И вот сегодня утром новая газета «Европа» написала, что соратники Бориса Надеждина из гражданской инициативы могли сдать в ЦИК 20 тысяч поддельных подписей за этого политика. Это все на фоне того, что ЦИК ранее забраковал 15% собранных за Надеждина подписей. Значит, это порядка 9209 подписей, вот насколько я понимаю. Хочу поговорить об этом. Мы с вами уже говорили на прошлой неделе. Тем не менее, я хочу, чтобы вы еще раз сказали для наших слушателей ваше мнение. Мы наблюдаем интересную ситуацию, когда приходят другие кандидаты, приносят подписи в ЦИК. Некоторые не приносят, просто приходят и говорят, что снимаю свою кандидатуру, больше не буду, значит, никуда баллотироваться. Надеждин принес. Мы видели видео, мы видели фотографии, когда люди стояли в очередях, даже в Соединенных Штатах. Я знаю места, где принимали подписи в поддержку Надеждина. То есть, предположить о том, что он действительно мог собрать эти подписи, наверное, мог. Тем не менее, вот сейчас сказали, что 15% забраковано. Решение ЦИК еще, кстати, не вынес, я хочу подчеркнуть. Ну вот, как вы считаете, что происходит и позволит ли Кремль Надеждину дальше бежать в этой гонке? Знаете, это вопрос не подписей. Я много раз участвовал в выборах в России, много раз задавал подписи. Вопрос оценки достоверности и правильности подписи, это очень субъективная такая оценка. В свое время Дальневосточное региональное отделение партии «Западный выбор» не было зарегистрировано, потому что на 28-й странице документов отсутствовала запятая, там, где она должна была быть. И нам сообщили, что поставить эту запятую они нам не могут позволить, что они отказываются принимать документы. Это нарушение законов, прямое. Подписи, оценка достоверности подписи – это инструмент, с помощью которого Кремль принимает или не принимает подписи, соответственно, кандидатов. Я думаю, что решение об участии Надеждина в выборах еще не принято. Или оно кажется окружению Путина опасным. Ну, главный человек, который сегодня отвечает за вот этот процесс, это Сергей Кириенко, бывший наш соратник и Надеждина, и меня по оппозиции, по демократической оппозиции. Вот. Ну вот он принимает решение. ЦИК затормозил этот процесс. Значит, если будет получен сигнал, что принимать подписи можно, то они будут приняты. Если будет получен сигнал, что никакой Надежде не нужен на выборах, то ему откажут в регистрации. Ну, это же не выборы, понимаете? Это некоторая спецоперация, которая проводится для того, чтобы у граждан России возникло ощущение, что они кого-то избирают, что они на что-то влияют, чтобы у Запада возникло ощущение, что формально все правила соблюдаются, что Россия – это демократическое все еще государство, в котором бывают выборы президента. Ну, немножечко административный ресурс используется, но мы с вами живем в стране, в Соединенных Штатах, где административный ресурс тоже используется. Ну, не в таких масштабах, как в Москве, конечно, но тоже используется. Так что сейчас, я думаю, что в Кремле проходят совещания, есть очень точные оценки состояния умов, социологические оценки. И считаются просто, какие варианты приемлемы. Ясно, что ни в случае отказа в регистрации Надежды, ни в случае принятия его подписи никаких протестов или демонстраций радостных поддержки Надежды не будет. Вот. Это технический вопрос, понимаете. Я, по-моему, у вас уже рассказывал эту историю, как я ее в книге своей описал о покушении на Вороненкова в Киеве, о том, как большая делегация депутатов приехала в регион, и губернатор, обращаясь к председателю Государственной Думы, сказал, что вот хотелось бы знать, ну, какие нужны результаты выборов, ну, там, 52%, 67%, то есть 2 трети. И ему Володин ответил, что, вы знаете, ну, не круглая цифра должна быть, там, 62,3. И во всех избирательных участках этого региона, во всех, до последнего, до последней деревни, было 62,3. Понимаете? Ну, это просто решается вопрос, что удобнее, что выгоднее, что полезнее для власти, и что больше понравится царю. Есть еще несколько вопросов к этой ситуации, даже не знаю, про Надеждина или про Путина спросить, давайте про Путина все-таки. Мне не до конца понятно, наверное, вы можете объяснить, вот Надеждин приносит 105 тысяч подписей, а Путин приносит подписи вообще, или, учитывая, что он из партии «Единая Россия», для них исключение там? Нет, ну, там, по закону, он, кстати, независимый кандидат самовыдвиженец. Это значит, что он должен приносить подписи. Подписи не приносятся в тех случаях, когда кандидат выдвигается партии, имеющей парламентское представительство, там, ну и так далее. Вот, так что Путин должен был собирать подписи. Сбор подписей – это исключительная компетенция губернаторов, им спускают эти цифры, там есть максимальное количество, минимальное. Сбор подписей за Владимира Владимировича Путина превращается в агитационную компанию, собирается больше подписей, чем надо. И это используется для мобилизации граждан. На первом этапе отбираются хорошо зарегистрированные подписи от плохо зарегистрированных. Но обычно отсев на уровне Центра сберкома происходит на уровне 1 соты, 1 тысячный процента, понимаете? Ну, так, чтобы был какой-то отсев. Вот, так что это можно использовать. Используется государственный аппарат, институты государства. Ну, это нормально. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой возвращаемся и продолжаем программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова